Всем огромный привет! Рада видеть вас на своем канале! Сегодня в работе у меня вот такие ручки. Очень-очень долго я помню выкладывала эти мелкие диско-шарики или рыбья чешуя еще называется этот вид дизайна. Смотрите, как хорошо относился глянец. На рабочих пальчиках он, конечно, немножечко затерся, а так, в принципе, везде все очень даже хорошо. Этот ноготь у него травмирован, мы его абсолютно не трогаем, он у него благополучно отрастает. Приступая к работе, первым делом включаю вытяжку. Ну и к бою. Убираю длину, в этот раз будут квадраты. С овалами ей неудобно ходить, потому что ногти отрастают длинные. То есть квадратики можно убрать прям практически под ноль, а овалы так не сделаешь. Форма не очень красивая получается, вернее, ей не нравится эта форма. То есть когда мы делаем овалы, мы оставляем длину и выпиливаем овалы. Но в таком случае ногти уже с длиной, потому что мы ее не убираем при коррекции. И плюс еще за 4 недели отрастают очень сильно. И вот она ими везде тыкается и получаются вот такие вот отслойки. Поэтому в этот раз она попросила сделать покороче, а покороче это квадратики. Ну, в принципе, она и квадраты любит, и с овалами хорошо ходит. Единственное, вот сейчас у нее в приоритете длина, чтобы ногти были покороче, потому что от длины устала. Да, некоторые клиенты ей сходят с длиннющими ногтями, все у них хорошо. А у некоторых отрастает лишний миллиметрик, и все, им уже неудобно, ногти мешают и все такое прочее. Сняла материал. Аккуратненько пилочкой я прорабатываю поверхность. Там, где были отслойки, нужно убрать их все. Там, где отслойок не было, убираю глянец, троши, части, ногтевой пластины. Ну и приступаю к маникюру в 9.25. А в 9.34, то есть за 9 минут, ручки уже готовы к покрытию. То есть за 9 минут можно выполнить маникюрчик. Красивый, чистенький, опрятный, классный маникюр в такой вот ускоренной технике. Видео на бусте с работой на этих руках уже есть. Ссылка в описании под видео. Я наношу уже грунтовочный слой базы на все ногти. Аккуратненько везде прокрашиваю. Моя база уже заканчивается, поэтому флакончик лежит на боку. Но уже едет ко мне точно такая же база. Отличная база, отлично носится. Мне она очень понравилась, поэтому заказала себе еще одну. Далее я полигелем буду достраивать, вернее укреплять свободный край. Совсем маленькая капелька выстраиваю на свободный край. И апельсиновой палочкой смоченной в обезжиривателе утаптываю. Очень просто, очень быстро. Почему не работаю здесь в технике бортики, не знаю. Вот почему-то под рукой лежал полигель, его и взяла. То есть какой-то принципиальной разницы нет. Но полигелем, конечно же, все. Бортики удобны, когда ногти ровные и нужно немножечко их приподнять. То есть немножко выровнять архитектуру. А вот когда боковые стороны прям так хорошо уходят в бок или их не хватает, то гелем нужно и 2, и 3 слоя накладывать в бортики. Полигель в этом плане, конечно, поудобнее. Далее я делаю укрепление ногтевой пластины, ничего не опиливая. Опиливать будем потом. Сейчас я делаю молочным гелем, выстраиваю архитектуру. Тоненькой кисточкой подвожу к кутикуле, к бокам. В общем, здесь все стандартно. Ровный ноготь здесь навряд ли получится, но все равно стараюсь сделать максимально ровно, чтобы меньше было опиливать. В опилии я тоже себе помогаю. Я взяла фрезу, немножечко убираю длину, буквально миллиметрик или даже полмиллиметра, чтобы выровнять торец. Ну и прохожу по бокам, убираю наплывы, которые получились от геля. Ну и, соответственно, полигель тоже нужно выровнять, потому что по бокам его чуть больше, чем нужно. Получается красивый, ровненький квадратик. С внутренней стороны, конечно, толщину тоже нужно убрать, но сначала пилочкой выравниваю торцы, поднимаю немножко боковушки. Можно пройти пилочкой по поверхности, сгладить. В общем, здесь уже на глаз мастера что где не хватает. Ну и навожу порядок с внутренней стороны. Теперь дизайн. Дизайн мега простой. В общем, клиентка захотела гель-лак кошачий глаз с каким-нибудь дизайном тоже кошачий глаз. Ничего лучше, чем нарисовать вот такие вот кляксы, не пришло мне в голову. Черным гель-лаком рисую эти кляксы. Они абсолютно разные, где-то толще, где-то уже. Ну и на ногтях тоже не повторяю их. Рисую в разных вариациях. На остальных ногтях, где будет просто кошка, наношу черный гель-лак. Прокрашиваю по центру. С одной стороны. Далее с другой стороны кисточку расплющиваю и веду самым последним волоском по краю. Теперь тоненькой кисточкой подвожу материал к кутикуле. В синусах тоже поправляю. Для этого можно своим пальчиком немножко оттягивать кутикулу вверх. Ну и после того, как тоненькая кисточка везде все прокрасила, беру небольшое количество гель-лака и выравниваю поверхность. Просто ставлю капельку и распределяю ее. Дальше сам гель-лак кошачий глаз. Это 9D кошка или как они там называются. Та, которая переливается разными цветами. Собираю рассеянный блик по центру. Также эту кошку наношу на черный цвет на вот этих вот кляксах. Тоненькой кисточкой распределяю. Везде нужно, чтобы кошка это лежала. Можно оставить черную окантовку. Чтобы кошку не подводить к краям. Ну и собираю также рассеянный блик по центру. И единственное, вот так вот уголочком еще подвожу, чтобы блик такой вот тугой переливался в этой моей кляксе. Просушила. Теперь серебристой металлической краской прорисовываю края. Хочется им придать какой-то окончательный вид. Это так как-то клякса-клякса. А с серебристой прорисовкой, мне кажется, дизайн уже смотрится закончено. Прорисовываю. Я стараюсь сделать эти линии как можно тоньше, чтобы не было большого перенасыщения серебристым цветом. Перекрываю топом на ногтях с дизайном. Естественно, топом нужно перекрывать немного выравнивающим слоем. Для этого топ должен быть средней густой консистенции. То есть иметь вязкость, чтобы можно было сделать выравнивание. Ну что, любуемся результатом. Здесь я удачно подставила лампу, что можно хорошо видеть, как из фиолетового через синий в голубой переливается блик. Дизайн незамысловатый. Мне кажется, очень даже интересный. Ну и выполняется быстро. Специально показываю близко. Для любителей пообсуждать. Можете писать в комментарии, какой грязный маникюр получается с такой техникой. Очень странно, что люди не понимают, что есть разные виды ручек. Есть сложные, на которых не получается. А есть очень легкие и простые ручки. И мне кажется, навряд ли найдется хоть один мастер, у которого каждая работа получается идеально. Я всегда была честна и показывала и косячные работы, и хорошие работы. Но так как вы не хотите смотреть косячные, значит я их показывать не буду. Вот такое видео сегодня получилось. Спасибо, что были с вами до конца. Всего доброго, хорошего дня!